Друзья, привет! Сегодня неочевидная тема, как перестать же пукать. Уже давно я снимала три года назад видеоролик про кишечник, и сейчас сниму еще один. Вздутие живота, возможные причины, роль рациона и простые решения. Конечно, перестать пукать можно достаточно быстро, но я расскажу, почему это происходит и как на это можно повлиять. Вздутие живота и возможные причины, плюс все, что я знаю об этом. Так стоит ли терпеть метеоризм и считать его нормой? Нет, в период адаптации недолго, конечно, это можно. А вообще здоровый кишечник должен работать регулярно, тихо и незаметно. И давайте попробуем разобраться в возможных причинах вздутия. Мой ранний опыт. Спазмы доставляют мне серьезные проблемы в период увеличения, увлечения какими-то диетами. И это была та история в моей молодости, когда я была тощей, как спичка. До первой причины я поняла, до первой истории я докопалась достаточно быстро, почему это происходило. Сейчас поделюсь. В юности я сформировала привычку есть очень много и при похудении в какой-то момент подошла к решению проблемы неправильно. Забивала желудок какими-то некачественными продуктами, большими объемами овощей, грибов. В общем, калорий мало, еды много, классно же, абсолютно неэффективно, абсолютно не сбалансировано. И еще создает такой, ну не очень классный такой момент. Вместо того, чтобы приучить организм к меньшим порциям и тестировать сами продукты, я просто из-за того, что много работала и училась, делала какой-то хаос. Второй мой триггер был молочные продукты, даже кисломолочные. Но до 50 грамм в день абсолютно любого молочного продукта никаких проблем не создавали. А вот 300 грамм, это уже была проблема. Плюс я запивала еду напитком. Если это маленькие какие-то порции, еще куда не шло. Говорят, не влияет на кислотность и можно, но я вам скажу так. Запитая еда некачественно переваривается. Еще у меня была привычка вкусно поесть, запить все кофе. Это вообще ад. То есть такие приемы пищи у меня бывают, скажем, в дороге. И да, они существуют. Я обычный человек, не катастрофа. И еще один момент. С тех пор, как я минимизировала молочное, я его ем. Но стала больше контролировать клетчатку и бросила запивать еду. В целом эта история проходит. У некоторых эта история начинается на фоне стресса, на фоне ряда заболеваний. Возможные причины это аллергия, непереносимость, гормональные нарушения, воспалительные процессы в кишечнике, недостаток ферментов, сниженная кислотность, дисбаланс бактерий, инфекции и обезвоживание. То есть при задержке жидкости она часто скапливается в тазовой области, что вызывает заметное увеличение объемов живота. И отеки могут появиться и в других местах. Для обезвоживания тоже характерно вздутие. И случается это обычно после кофе, алкоголя, быстрых углеводов. Важно пить много воды и не забывать о соли, восстанавливать электролитный баланс. То есть не вода чистая, чистая. Избыточный бактериальный рост. Он у меня постоянно появляется, если я там что-то где-то не так съем. То есть вообще это норма. Гормональные колебания. ПМС часто вызывает вздутие, нарушение пищеварения. Для этого периода вообще характерные запоры и пердеж, извините. Но это все такая история. Как на состояние влияют продукты? Питание может все это провоцировать и регулировать. Чтобы все было хорошо, в пищеварительном тракте не должно быть слишком много воздуха. И плюс пробиотики, плюс сочные овощи, плюс травы, чаи, специи. Особенно одуванчик, орегано, розмарин, тмин. Они снижают дискомфорт в животе. Сахар, любые сладкие десерты. Это все провоцирует дисбактериоз. Зерновые, как рафинированные, так и нет. Многие люди плохо переносят. Не только глютен, но и злаковые. Когда я исключила злаковые, скажу, в голове у меня стало яснее намного. Фасоль бобовой тоже. Туда же фрукты, вызывающие брожение. Это яблоки, персики, нектарины и жевательная всеми любимая резинка. Для нормальной работы кишечника нужны тренировки. Активность активирует пристальтику кишечника. И организму значительно легче поддерживать циркуляцию крови. И перемещать лимфатическую жидкость по всему телу, если вы подвижны. Плюс чистая вода. Прекрасный борец со вздутиями. Она не позволяет переедать, обеспечивает гидротацию, помогает регулировать стул. Работа со стрессом. При стрессе кишечник спазмирован. И мои личные топ решений, конечно, это убрать сладкое газировку. Не запивать и не смешивать несмешиваемое. Это как первое, второе, третье компот сверху, а потом спазмолитик. Вот такого делать не нужно. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok